Чудеса 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 Он сообщил, что самолёт имеет вытянутую форму. Вечерело, было достаточно темно уже, но при этом с самолётом Волантича всё было в порядке. Ничего с ним не происходило. Горючего у него бы хватило на 800 ещё километров. Единственная здесь лакуна в этой истории – это то, что то ли в аэропорту не включали радар, то ли, в принципе, аэропорт радаром не был оснащён. Они с ним поддерживали только радиосвязь и не отмечали, есть ли он на радаре или нет. То есть, точное его местоположение было неизвестно. Хотя он был в зоне радиовидимости. Затем Волантич начал жаловаться на то, что у двигателя происходят перебои, что двигатель работает ненормально, что он теряет мощность, что он глохнет. Потом он вроде бы восстановил работоспособность двигателя. В это же самое время несколько человек на южном побережье Австралии, в районе Мельбурна, видели странные огни в небе. Причём один из свидетелей, сообщивший об этом довольно быстро, он рассказал об этом потом полицейским, рассказал своим коллегам на работе, который его, естественно, высмеяли. Он видел следующее. Видел огни обычного самолёта, ну, очевидно, это была Cessna, и освещённый ярким зелёным цветом дискообразный объект над ним. Его высмеяли. И он даже замолчал, потому что, ну, он не хотел портить себе репутацию. И известно, что то, что объект, который преследовал самолёт Валентича, имел зелёный цвет, это стало известно только через несколько лет, после того, как был опубликован транскрипт. Вот этих переговоров в газетах этого детали не было. То есть этот человек не мог? Он не мог. Более того, этот человек скрылся под псевдонимом, он просил не раскрывать своего имени. Ну, было произведено частное расследование с большим, конечно, опозданием, но это придало новые факты в 2000 году. И шесть минут продолжался вот этот вот довольно-таки странный диалог. Валентич сообщил, что объект только что исчез. Из диспетчерской запросили уточнение, действительно ли этот самолёт исчез. На что Валентич ответил, он только что появился опять. Он нависает надо мной. Пауза. И это не самолёт. И всё. It's not an aircraft. Это были последние слова Валентича, которые, по крайней мере, кто-либо услышал. Но после этого микрофон оставался ещё 17 секунд включённым. И отчётливо были слышны металлические скрижащущие звуки в течение этих 17 секунд. Боже мой, что это? Самолёт не был найден. Хотя операция по спасению была предпринята масштабной. Море было спокойным, небо было ясным, не было никаких туч. Ну, там басов пролив, он вообще считается достаточно спокойным. Уфолог Хайнес, который провёл дополнительное частное расследование в 2000 году и обнаружил как раз свидетеля, видевшего игру огней в небе, он предположил, что из-за неполадок в двигателе самолёт отклонился от курса и, по-видимому, упал в море. Потому что удалось установить, что он снизился где-то вот за эти 6 минут на 500-600 футов. Что самолёт всё-таки шёл на снижение. Но, опять же, Волантич об этом не сообщал. Он не говорил, что падает в море. И вообще его речь, она не принимала панического характера. Там не было ноток паники. Отец Волантича Гвидо выражал абсолютную уверенность, что его забрали инопланетяне. Выдвигалось много версий, в том числе рациональных, естественно. Но рациональное главное в чём? Но самое интересное, что... То есть, погиб самолёт. Поскольку не нашли масляного пятна. Можно понять, когда в Бермудском треугольнике не находят масляных пятен, потому что там очень неспокойное море, и погода может испортиться за несколько минут. Про Басов пролив такого сказать нельзя. Было обнаружено масляное пятно, но горючее, которое плавало на воде, был взят его анализ, это всё-таки 1978 год. Оно было не авиационно. По поводу рациональных теорий, действительно забавно. Скептики иногда высказывают такие гипотезы, вероятность реализации которых гораздо меньше, чем похищение самолёта НЛО. В частности, я помню, была очень любопытная версия, высказанная человеком, считавшим себя большим, очень знатоком авиации, что, очевидно, Фредерик Валентич перепутал. Он летел вверх ногами, шасси вверх. И всё, что он видел, это отражение своих собственных огней в море. И счёл это за огни другого вот этого самолёта, который оказался не самолёт. Но это как-то очень причудливо. Дело в том, что было разъяснено, что Сесна обладает встроенным гироскопом, который в случае вот такого переворачивания сразу поворачивает машину. Нужная напряжение. Ну, да, разворачивает в нужной плоскости. Тем более, что поскольку полёт осуществляется не в невесомости, Валентич легко мог увидеть. Уже хотя бы потому, что из лётной куртки сыпятся ручки и мелкие предметы. Это я не знаю, в каком состоянии надо быть, чтобы не заметить, что ты летишь вверх тормашками. Вот, были ещё и другие объяснения, но ни одно из них в наш технологизированный, информатизированный век не выдержало проверки. Один из скептиков, известный Филипп Клаас, заявил, что, очевидно, Валентич был наркоторговцем. Ну, дело в том, что на Сеснах часто перевозят, да, их используют наркоторговцы. Вот, однако, ну, такие вещи... Может быть, он был под кайфом, грубо говоря. Нет-нет-нет, что он пал жертвой наркоторговцев, что он был их лошадкой, развозивший наркотики, что-то там они не поделили и так далее. Но такие вещи надо доказывать в суде. Вообще-то... Это потом зачем такой разговор за 6 минут? Да, вот именно, что какая-то очень сложная... Комбинация. Я не думаю, что... Чтобы освободиться от человека. Да, да, непонятно, какую-то машину нанимать. Совершать какие-то сложные манёвры – это всё очень сложно. Плюс ко всему то, что Валентич в свои 20 лет мог быть замешан в наркоторговле, ну, всё-таки это не Карибские острова, это вполне себе цивилизованная Австралия. И вообще такие вещи надо доказывать в суде. А все, кто знали Валентича, говорили, что с точки зрения закона он был человек безупречный. Ну, и вообще в те времена получить диплом пилота было сложнее, чем сейчас. Всё-таки бортовых компьютеров, системы GPS тогда... Не было. Не было. Но была версия, которая всегда рождается, когда пропадает человек, что это попытка начать новую жизнь. Да, нам, воспитанным в советской парадигме, это довольно трудно понять, потому что у нас целая история – получить новый паспорт. Маспорт, обязательство. До сих пор, да. Там это гораздо проще – сменить личность. Но, опять же, не просматривается мотив. Человеку 20 лет, который явно всем доволен... У него всё благополучно. У него всё благополучно. Ну, эта история, в общем-то, остаётся одной из самых документированных, не вызывающих сомнений и самой загадочной, одной из самых загадочных историй, связанных с исчезновением человека, в котором, к тому же, замешан неопознанно летающий объект. Объяснений нет. Ни одно объяснение не годится. Ну, вот этот человеческий факт, что человек захотел почему-то пропасть, меня только... Ну, а самолёт-то куда делся? Не нашли. Пропасть, это же не иголка. В газете Australian было сообщение, мелькнуло, что через очень короткое время после этого разговора под Мельбурном или даже, может быть, в аэропорту Мельбурна якобы произвёл посадку какой-то неизвестный маленький самолёт. И как раз вот те, кто считал, что Валентич, да, решил... Решил начать новую жизнь. Да, под новым именем где-то, вот они как раз ссылались на это сообщение, но никаких подтверждений этого газетного сообщения найти не удалось. Самолёт бы обнаружили? Да, как я сказал, транскрипт опубликован, официальный документ, он отсканирован, давно уже выложен в интернете. Другое дело, что аудиозапись прослушать пока невозможно. Дело в том, что архив аэропорта, ну, за сроком давности эту запись уничтожил, но перед этим они передали аудиокопии семье Валентича, ну, в соответствии с законом австралийским. И по разрешению семьи эти три кассеты, три экземпляра этой записи получили ещё три известных специалиста-уфолога, который занимается как раз проблемой НЛО. Душа ваша. Семья Валентича жива до сих пор, и кроме этих трёх людей, которых они авторизовали на исследование, они никому аудиозапись не представляют, но, опять же, это всё не страшно, потому что существует официальный транскрипт с печатями, с подписями. Моё мнение такое, что это одна из самых страшных историй, которые вообще существуют, которые подтверждают, что в природе, в мире существуют настолько таинственные и загадочные силы, по сравнению с которыми меркнет фантазия любого Эдгара Лана По. Единственное, вот второй момент, который меня смущает, это, как ни странно, хорватское происхождение Валентича. Я ничего не имею против хорватов, мне очень симпатичен этот славянский народ, но я не зря говорил о диаспоре, потому что хорватская диаспора в Австралии, мало того, что она многочисленна, она ещё и достаточно агрессивна была в те же 70-е годы. Известно, что именно в Австралии находились тренировочные военные лагеря, где недобитые усташи и их потомство, ну, готовило себя к будущим сражениям с сербами. К реванскому. Да, и правительство Австралии также было замешано в этих делах. Известно, что австралийское правительство сдало министра иностранных дел союзной Югославии усташам, который приезжал и при закрытых дверях, ну, грубо говоря, уговаривал от имени Тита, уговаривал их прекратить вот эти совместные тренировки усташей, австралийской армии, совместные учения, потому что вообще статус усташей там совершенно был непонятен, с чего вдруг государственная армия проводит вместе учения. Но австралийское правительство довольно своеобразно повело себя, оно сообщило усташам об этих переговорах, и в Стокгольме министр иностранных дел союзной Югославии был убит. Усташи также известны своим воздушным пиратством. Да, вот этот знаменитый был случай, когда они взорвали самолет югославских авиалиний, когда черногорская девушка-стюардесса, упав с огромной высоты, осталась жива. Они захватывали самолет, летевший из Чикаго в Париж, заставили его сделать круг над Лондоном. Это все происходило, повторяю, в 70-е годы. Вот, и когда я захотел узнать, насколько Валентич был и был ли хоть как-то связан с какой-либо из вот этих вот организаций, австралийских хорватов, я натолкнулся на информационную стену, потому что, собственно, у Валентича нам ничего не известно. Его отец Гвидо не распространялся о том, каким был его сын. Он упомянул только одно его личное качество, что он не был склонен к фантазиям, и он был человеком, что называется, рационального типа. Для него все должно было иметь доказательства, чтобы быть убедительным. То есть, это был человек логического склада ума. Это не самолет. Да. То есть, в его устах фраза «это не самолет» означала, что это действительно не самолет. Тем более, что вначале он его описывал как вытянутый объект в виде усеченного такого авоида, усеченного вытянутого шара, ну, как авоида, такое, как яйцеобразной формы. Это с одной стороны. Но с другой стороны, меня очень насторожила фраза, которую сказал его отец, что Валентич-младший увлекался проблемой НЛО, что он читал книги про НЛО, изучал это явление. Для него это было, ну, чем-то вроде хобби. Вот. Я представляю себе фотографии. Есть очень такое симпатичное, хорошее, породистое такое балканское лицо с прямым носом, такие выразительные глаза. Я могу себе представить, что имел в виду отец. Я представляю себе этого молодого человека, который действительно пытливо читает книжки разных уфологов, пытается понять, а что же за всем вот этим стоит, за вот этими тайнами, за... Зачем они? Он пытается найти рациональное зерно, он пытается найти объяснение. Это вполне себе нормально для молодого 20-летнего человека. Ну, Джек Лондон был таким, например. Таких людей много, которые интересуются аномальными явлениями, и при этом не проявляя никаких психических отклонений деляться. А Джек Лондон интересовался? Ой, он очень интересовался мистическими всякими делами. Ну, а как иначе, у него же отец был астролог. Расскажите подробнее. Ну, отец Джека Лондона, это известная вещь, он давал консультации, считал астрологию наукой, он даже преподавал её в университете где-то, то ли в Сан-Франциско, то ли вот этот город Спутин, Окленд, то ли в Окленд. По-моему, в Оклендском университете. Вот, но он считал астрологию наукой, он считал, что в ней есть рациональное зерно, и если, может быть, корни этого явления пока ещё не объяснены, но если это работает, то почему бы это не изучать, почему бы это не использовать? Ну, такой логико-емпирический подход. А у самого Джека Лондона что ему было интересно? Почему мистически? Ну, он интересовался всем новым. Ну, его роман «Смирительная рубашка», который, собственно, посвящён вопросу перевоплощений, ну, это хорошо уживалось. В таких людях это вполне себе обуживается. Человек, который является самым высокооплачиваемым писателем США за всю её историю, и при этом интересуется всякими таинственными, аномальными явлениями. Он неизбыточно крепко стоял двумя ногами на земле. Он не забывал ещё и о том, что над головой. А возвращаясь к Валантичу, надо сказать, что очень хотелось бы, конечно, узнать, что это был за человек. Хотя, конечно, я понимаю, что такой интерес выдаёт всё-таки недоверие к нему. Хотя мы практически не знаем историй, когда человек... Скажем так, когда человек пропадает и выдаёт себя в результате за другого, рано или поздно такие истории всплывают. Всплывают, и человек всё-таки спрятаться нельзя, ещё с малютом. Это невозможно. А потом ещё и прятаться всю жизнь. Вы знаете, есть на земле одна профессия, где людей учат не быть собой. Это разведчики. Но это колоссальный стресс. Во-первых, этому надо долго учиться, надо долго этому тренироваться. И то, что парню 20 лет, и он лётчик, это ещё совершенно не факт, что он это выдержит. Этому специально учат. И потом зачем, а куда делся самолёт? И зачем нужна была такая сложная конструкция? Вот именно, потому что если он произвёл посадку где-то на земле, он что-то должен был сделать с самолётом. А окрестности Мельбурна – это не Сахара. И самолёт, хотя и маленький, не иголка в стоге сидит. Ну вот Хайнес, который проводил дополнительное расследование в 2000 году, который нашёл свидетелей, молчавших значительный период времени, он предположил, что самолёт упал всё-таки в воду, просто немножко не в этой точке. Он прилагает карту, что при появлении Нелон, как и сообщал Валентич в диспетчерскую, начались перебои с двигателем. И когда Валентич боролся с теряющим скорость и высоту с самолётом, он отклонился просто от курса. И там на карте место падения обозначено, и Хайнес призывает людей, которые как-то в этом заинтересованы, всё-таки поискать самолёт там. Может, прошло 30 лет? Ну, почему нет? Находят самолёты и через 50 лет, и через 60. Другое дело, что, как любой пролив между континентом и островом, там всё-таки тоже есть свои течения. Но я должен сказать, что есть специальные люди, которые этим занимаются, которые разбираются в подводных течениях, для которых этот бассов пролив роднее собственной жилплощади. Всё было бы обнаружено. Это и сейчас можно обнаружить, по крайней мере, предположения Хайнеса можно проверить, но, насколько мне известно, за 10 лет никто таких попыток не предпринимал. Вот другой аспект, почему двигатель начал себя вести, ну, это классическое свойство НЛО, что в присутствии работающего объекта глохнут двигатели, что указывает на мощное высокочастотное поле. Странно всё. Да. Ну, или как вот электромагнитный импульс, глохнут машины, самолёты, отказывают радары. Это известно. Но в любом случае исчезновение Фредерика Валентича является одной из самых загадочных и при этом самых, что не называется, документированных, задокументированных историй. Потому что здесь ничего нельзя списать на фантазию прессы. Тем более, что австралийская пресса, она весьма сдержана в своих фантазиях. У них свои традиции, австралийцы народ простой, прямолинейный. Кто смотрел фильм «Крокодил Дэнди», меня поймёт. Историк Алексей Пензин с Кирина Кленской подготовили эту программу. Удачных вам дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...